Сейчас слушайте очень внимательно, потому что это будет доступно в течение нескольких дней. Помните, я рассказывал вам о платформе, на которой можно найти огромное количество обучения на различные фокусы с внушением, гипнозом, чтением мыслей. Так вот, сейчас у вас есть возможность получить доступ к этой платформе со скидкой 80%. При этом я сам нахожусь на этой платформе и очень сильно ее вам рекомендую. Ссылка будет в описании, переходите, там вы узнаете всю подробную информацию и сможете приобрести доступ по хорошей скидке. В этом фокусе я буду использовать две карты, это два красных короля, а также я буду использовать колду карт. С помощью королей я попробую найти какие-нибудь интересные карты. Если вот так вот королей потрясти, между ними окажется первый туз. И уже оказался еще и второй туз. Если теперь мы возьмем двух красных королей, сделаем следующее. Смотрите, оп, они также превратятся в тузов. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет проявление четырех карт с помощью двух других карт. Я очень люблю использовать это проявление в начале показа, потому что потом можно идеально перейти к различным фокусам с четырьмя тузами, например. Ну а прежде чем перейти к подробному обучению, конечно же, спонсор этого видео. Это магазин 54картс.ру. Там есть огромный выбор карт, которые идеально подходят для фокусов. Есть и стандартные, есть и дизайнерские. Также есть мой набор Неро Янг и классик, и про версия. Ну и, конечно же, от меня вы получаете промокод на скидку 5% на любую вашу покупку. Неро 320. Ссылка на сам магазин будет находиться в описании, там же вы найдете и промокод. Ну и, конечно же, мы переходим к подробному обучению. Для этого фокуса вам понадобится взять 4 туза из колоды, либо 4 другие карты, которые вы хотите проявить. А также 2 карты для самого сэндвича, например, 2 красных королей, либо вы можете заменить их на джокеров или то, что вам нравится. И разложить эти карты нужно следующим образом. Мы берем 1 красного туза и кладем лицом вверх на колоду. 2 красного туза кладем лицом вниз. Это при условии, что проявлять 4 туза мы будем красными картами, потому что потом 2 красных короля поменяются на 2 красных туза. Это будет выглядеть красиво. И вот эти 2 черных туза мы кладем лицом вниз. После этого кладем лицом вниз 2 красных королей, проявляем их любым способом. Можно просто проявить вот так, можно положить их заранее вот так и сделать выстрел. Тут как вам больше нравится. Мы проявили, дали их на проверку, потрогать, проверить, что самые обычные. И после этого, чтобы само проявление, сам фокус смотрелся нормально, нужно перемешать колоду, либо подснять несколько раз. Здесь используйте любые фальш-тасовки, которые сохраняют верхний порядок карт. То есть я использовал вот эту тасовку. Вы можете использовать любую другую. Сейчас быстренько объясню, как делается это. Большой палец сюда, средний сюда, указательный здесь. Указательный поднимает часть карт и отдает в левую руку, и мы ставим брейк. То есть здесь находятся наши верхние карты. После этого накидываем снова несколько пачек. Стоит брейк. Срезаем с брейка. Готово. После этого мы делаем следующее. Мы перемешали вот так колоду карт. Берем королей. И в этот момент, когда мы поднимаем королей, мы ставим брейк мизинцем на верхней карте. То есть это одновременно происходит. Поставили брейк и взяли королей. Потому что все внимание зрителя будет вот здесь. Вот так. Положили их на колоду. И поднимаем сразу три карты. Большой палец сюда, средний сюда, указательный придерживает. Подняли сразу три карты с брейка. Слиствуем первого короля. Но мы не кладем его ровно с колоды. Иначе его будет тяжело поднять. Вот так примерно. Взяли. И сравняли вот так. То есть по сути мы просто убрали верхнего короля под низ. И таким образом мы загрузили одну карту между королей. То есть еще раз. Смотрите. На брейке стоит. Положили. Есть. Теперь показываем вот так вот эти карты. Зрителю. И картами и рукой прикрываем тем самым колоду. И ставим брейк. То есть вот так это выглядит. Кладем сверху. И вот так вот просто трясем королей. В принципе можно это сделать еще вот на этой стадии. Потрясти королей. Положили на колоду. И поднимаем все четыре карты. То есть вот на стейт брейк. Показали. Слистываем одну карту. Здесь прям кладем ее на колоду. Слистываем вторую карту. И здесь две карты держим вместе. Как одного короля. Кладем вот так. Эта карта соответственно идет чуть от себя. То есть слистываем. Раз. Два. Три. Теперь мы показываем зрителю эту карту. Но делаем мы это следующим образом. Мы справа налево вот так вот ее берем. И переворачиваем сюда. При этом наша левая рука делает следующее. Смотрите. У нас здесь получается такая ситуация. Я вот так вот немножко зайду. Вытаскиваем. И в этот же момент раздвигаем здесь карты. Поворачиваем. Таким образом под прикрытием этого действия появляется еще одна карта между королей. В скорости это выглядит примерно вот так. То есть и развернули. После этого вытаскиваем и эту карту. И теперь нам нужно нащупать брейк. На три карты. Так как здесь карта расположена рубашка к рубашке. Поднять ее будет достаточно легко. Сравняли. Подняли все четыре карты. Но зритель думает, что мы просто подняли королей. Слистываем одного короля. Разворачиваем вот эти три карты чуть на себя. И вот так. И теперь делаем следующее. Большим пальцем двигаем все эти три карты вперед. А указательным или средним, как удобнее, одну карту назад. Получается следующая сменка. Зритель любил двух королей. И они превратились в тузов. И все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова